Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. Владимир Путин в ежегодном послании президента России федеральному собранию заявил, что Россия многое сделала для стабилизации ситуации в Сирии и в Ливии и сыграла главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в Карабахе. Также Владимир Путин уделил важное внимание укреплению и наращиванию России вооруженных сил. И уже многое сделали для стабилизации ситуации в Сирии, для налаживания политического диалога в Ливии. Россия сыграла, как вы знаете, и главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха. Именно на основе взаимного уважения мы выстраиваем связи с абсолютным большинством государств мира. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношение России так называемую «красную черту». А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами. Совершенствование и качественное укрепление вооруженных сил России идет постоянно. В том числе особое внимание предстоит уделить развитию военного образования. Сделать это как на основе военно-учебных заведений, так и на базе военных учебных центров при гражданских вузах. К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%. Это очень хороший показатель. А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%. На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности «Авангард». Лазерные боевые комплексы «Пересвет», а первый полк полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат» поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года. Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», кораблей и оснащённых высокоточным гиперзвуковым оружием «Кинжал» и ракетами «Калибр». На боевое дежурство будут поставлены в ближайшее время гиперзвуковые ракеты «Саркон». Развитие вооружённых сил идёт работой и над другими самыми современными.